Это не лекция, во-первых. Тут так и написано, и уже так и объявили, что это такая вот некоторая дискуссия. Я что-то расскажу, потом можно будет подискутировать. Но я действительно нейрофизиолог, я изучаю мозг уже много лет. Вы же видите, я седой человек, уже 50 лет, значит, со студенческих времен я изучаю мозг человека. И вы знаете, когда меня с самого начала спрашивали, а вот какие у вас интересы, даже вот в студенческой среде, в аспиранской, я говорю, ну, мне интересно, как работает мозг человека. Когда меня сейчас спрашивают, я то же самое говорю, мне интересно, как работает мозг человека. Но дело в том, что за это время я не могу сказать, что я приблизился к ответу. То есть там есть какие-то тайны, которые не так-то просто раскрыть. Я хочу рассказать маленькую научную часть. Такую, ну, научную, это интерес науки. И вот я здесь показываю, здесь не будет никаких уравнений, конечно. Но это вот такое простенькое уравнение. Видите, x в степени n плюс y в степени n никогда не равно z в степени n. Ну, это означает, что какие бы я числа сюда ни поставил, x, y, z, там, n, никогда это не будет верно. Кроме одного случая, когда вот это n равно 2. Например, 3 в квадрате плюс 4 в квадрате будет 5 в квадрате. 3 в квадрате – это 9, плюс 4 в квадрате – это 16, будет 25. 5 в квадрате. То есть, когда тут двойка, это иногда правильно, а для всех остальных чисел никогда неправильно. И это, значит, как раз придумал такую гипотезу. Вот этот Пьер Ферма 350 лет назад. Ну, с тех пор много математиков старались это доказать. То есть, вот он придумал, а сам доказать не мог, что это так. Ну, мало ли, может быть, какие-то там x, может быть, и будут какие-то числа, которые вот дадут равенство. Ну, вот доказать никто не мог. 350 лет – самые лучшие математики старались, потому что, если кто бы доказал, это, значит, самый первый математик мира. Ну, никто не смог. И, в конце концов, английский математик, вот этот Эндрю Уоллс, доказал. Но это уже было слишком поздно, чтобы быть великим математиком. Потому что 350 лет, разные пути там исследовались. И ему, конечно, в конце концов попался путь, который он доказал. Но важно тут такое. Откуда вот этот Пьер Ферма знал, что это так? Здесь вот математику он скруплезно доказал. Но откуда знать без доказательства? И доказательство очень сложное. Видите, 350 лет никто не мог. Оно слишком сложно. А Пьер Ферма это знал заранее. Еще один пример, просто чтобы… Это более такой пример, более ближе к нам. Пуан Каре. Это тоже великий математик. Ну, один из, там, двух самых великих математиков мира. Он придумал гипотезу, которая такая, в общем, для нематематиков, а я тоже нематематик. Всякое односвязное, компактное трехмерное многообразие без края, гомеоморф на трехмерной сфере. Ну, в общем, заумная такая гипотеза. Но она была уже важна. Если там просто цифры, игра цифр, чисел, то она была важна. Потому что всякие гипотезы, расширяющиеся вселенная, там все, она очень важна. И вот во всяких таких научных построениях ее начали использовать. Но это гипотеза. Ее, опять же, нужно было доказывать. Иначе, мало ли, она неправильная, тогда все будет неправильно. Никто не мог доказать в течение ста лет. Кто-то тут очень какая-то сложность большая. В конце концов, нашелся математик, который это доказал. Ну, мы знаем, кто это. Это Перельман, Григорий Перельман. Он доказал эту гипотезу. То есть, Пуанкаре оказался прав. Опять, сто лет, очень сложные доказательства. Но он без всяких доказательств знал, что это так. Откуда? Кстати говоря, Перельман доказал. То есть, за сто лет нашелся один математик, который это доказал, что это так. И теперь это называется уже не гипотеза, а теорема Пуанкаре Перельмана. Он доказал. Но не нашлось ни одного математика, который понимает это доказательство. Представляете, что уже происходит? То есть, мало того, что очень трудно доказать. Но теперь надо же еще понимать, что он там написал. И вот как? Так доказал он или не доказал? Он говорит, что он доказал. Ну, конечно, поскольку это важная была гипотеза, собрали несколько математиков, которые тоже старались работать в этой области. И они в течение двух лет проверяли его доказательства, написали большую книжку, вот, 500 страниц, и в которой они сказали, ну, практически наверняка доказательство правильное. Все. Значит, дело решили. И вот теперь вопрос. Таких вот, таких примеров много. И вопрос. Откуда они знали? Вот это вот научная постановка, потому что это же сами ученые. Счастью, нашелся один ученый из такого же ряда. Его зовут Ричард Фейма. Это Нобелевский лауреат. И он жил в то время, когда вот много этих Нобелевских лауреатов было. Эйнштейн, Дирак, там, Бор и так далее. Они все крутились, там, варились в одном котле. Но есть такие лекции по физике. Это настольная книга в МГУ для физиков. Но у него есть еще мессенджерские лекции. Это просто для всех нас. Они есть вот в интернете. Просто о науке, о философии науки, мессенджерские лекции. И вот там есть глава, которая меня особенно заинтересовала. Как делаются открытия? И вот он пишет удивительную вещь. Ни одно из великих открытий физики и математики не было сделано алгоритмическим путем. То есть путем доказать. Ни одно. Причем это же говорит знающий человек. Он сам Нобелевский лауреат. Сам сделал открытие. И он говорит, что он сделал это не алгоритмическим, не логическим путем. Откуда он взял? И там написано, откуда. Ученые догадываются. Понимаете? А это же говорят сами ученые. Нет никакой религии, никакого буддизма и чего-нибудь еще. Просто сами ученые понимают, что они догадываются. Откуда они догадывают? Вот это мне как бы понятно, что тут мозг участвует в этом деле. Но как? Что? Откуда берется это в мозгу? Теперь вторая как бы такая логическая единичка. Смотрите, как мы видим вот этот мир? Вот такая схема. Видите, мозг. Тут вот глаз, это вот передняя часть мозга, девушка стоит. Как эта девушка попадает в голову? Как девушке попадает в голову? Значит, а тем не менее это очевидно. Это очевидно. Давайте здесь вот немножко прощел. Очевидно, я закрою глаза, а уже все, у меня там сидит в голове. Как это происходит? Ну давайте возьмем школьный учебник. Вот схема глаза. Ну что, это школьная схема глаза. Вот эта девушка, здесь хрусталик. И хрусталик, это линзочка такая. Она проецирует вот этот объект внешний на задней поверхности глаза. Здесь сетчатка. Сетчатка – это слой светочувствительных элементов, как матрица в фотоаппарате. Только в фотоаппаратах, я не знаю, у всех там разные матрицы. Здесь 126 миллионов. 126-мегапиксельная матрица. Очень-очень точно. То есть, если я смотрю сейчас вот на этот зал, он разложен до мельчайших таких песчинок. Если вот сделать фотографию с помощью моей сетчатки, то этот потом можно развернуть на 10-этажный дом, и будет все четко. С такой точностью видит глаз. И здесь хорошо. Ну и что? А дальше-то что? Вот эта проекция здесь есть. Но надо же, чтобы она попала в мозг. А здесь-то что к мозгу идет? Зрительный нерв. Просто от глаза к мозгу идет зрительный нерв. Зрительный нерв – это просто такой комплект нервных волокон. Вот. Видите, это просто такая пачка нервных волокон. Отростки нервных клеток. По этим отросткам девушка не может попасть в мозг. Это там идут нервные импульсы. Еще раз нажимаем. Давайте здесь вот пока. Вот видите, там сверху показаны. Идут такие разряды нервных импульсов. Там девушки никакой уже нет. И она распадается на эти нервные импульсы. На отдельные импульсы. Когда этот нерв… Здесь миллион волокон. Вот здесь, в этом нерве. Когда он подходит в мозг, как основной пучок идет в зрительные области. А дальше остальные все распыляются по всему мозгу. Поэтому эти нервные импульсы. Эта девушка распалась на нервные импульсы. По всей голове пошли эти нервные импульсы. Но самого изображения уже нет. Его, в принципе, физически не может быть. Тут же нет никакого зеркала, чтобы можно было отразить эту девушку. Все. Она исчезает в этих нервных импульсах. Спрашивается. Я не могу никак вас видеть. Потому что вы не можете попасть в мой мозг. А то, что туда попали нервные импульсы, это же не вы же сами попали. Значит, я вас видеть не могу. И вы меня тоже не можете видеть. И тут никакого противоречия с наукой тут нет. Ну, просто это не ясно обычному человеку, что видеть меня невозможно в реальности. Как же вы меня видите? Все-таки ощущение же есть, что я здесь все-таки присутствую и разговариваю и так далее. Как же так происходит? Ответ только один. Мозг занимается реконструкцией физической реальности. То есть он повторно создает образ этой реальности. И сами объекты попасть не могут в голову. А вот представление об этих объектах, оно и живет в голове. Вот тогда мы должны признать, что мы живем в реконструированном мире. Не в том мире физических объектов, а в реконструкции. Причем здесь ничего нет такого не совпадающего с наукой. Я тут не говорю никакую новость для науки. Просто в четком виде, вот не всегда это выражено, мы живем в реконструированном мире. Но это не матрица никакая, конечно, да. Потому что, конечно, как он реконструирует? Ну, конечно, из этих нервных импульсов как-то приносится информация о том, что происходит снаружи. И у человека есть собственный опыт, который помогает ее как-то модифицировать так, чтобы вот повторно создать все эти образы. И остается только вопрос. Мы гарантированы, что тот мир, который у меня реконструирован в голове, он совпадает с внешним миром. Гарантия есть у нас или нет? Нет. Это правильно, да. Потому что оно реконструируется на основе вот приходящего потока нервных импульсов и того опыта, который человек имеет. Откуда этот опыт уже имеется в этой жизни, там другой. Это уже другой вопрос. Важно, что вот реконструкция происходит на этих правилах, на двух оснований. И у каждого своя девушка в голове. Это точно. Но дело в том, что своя-то своя. Но, значит, как она там существует? Как мы теперь будем, как мы сверять будем реальность? Вот, допустим, я перехожу дорогу. И у каждого своя дорога. И как же быть тогда этим автомобилистом? Идут эти пешеходы. У каждого свое представление об этой дороге, об этих автомобилях, которые ездят. Как им тогда вообще там быть? И как быть пешеходу, который вот у него представление такое, что можно переходить на красный свет. Такой у меня реконструкция. Видите, это все будет быстро поправлено. То есть критерием того, что мы примерно соответствуем физической реальности, является практика. Практическая жизнь в этой реальности. И вот там, где у нас есть хорошая практика, мы гарантированы, что этот физический мир, в общем-то, совпадает с реконструированным миром. Но там, где этой практики нет, гарантии постепенно исчезают. Если я спрошу, вот как выглядит электрон? Ну, у нас нет никакого практического ощущения работы с электроном. Какие-то из разных мест мы там что-то вычитали. Ну, вот у нас будут совершенно разные представления о том, как электрон. Но он нам не опасен, потому что мы с ним не взаимодействуем. Там просто подумали и забыли. А вот тот мир, который вокруг нас, вот, например, сейчас сидит столько людей здесь, но мы, допустим, договоримся, вот какой это цвет одежды. И все скажут, укажут, что это, да, это, значит, допустим, бордовый цвет. А как правильно называется этот цвет? Бордовый, да. А у меня какой? Вишневый, да. Но смотрите, вы все будете согласны. Согласны. Никто не станет спорить, что нет, нет, это не бордовый, это зеленый. Почему? С какой стати? Здесь же уже опыт, ну и что, что мы, допустим... Волны разные. А? Ну, волны-то у цветов разные, но их надо назвать как-то. Вот, и поэтому здесь, но здесь мы не ошибаемся не потому, что у нас практическое взаимодействие. Если вот я неправильный цвет назову, то меня заругают, а мы что-нибудь. Нет, нас в детском садике научили. Вот это зеленый, это красный, это такой общественный сговор. И там по многим обстоятельствам мы просто договорились, что это так. И поэтому у нас более-менее все совпадает. И потом мы все хомо-сапиенсы, мы примерно одинаково ощущаем мир. Поэтому все более-менее. Основная идея того, что я сейчас сказал, что мир, тот мир, который в мозгу, это реконструированный мир. Он уже мягкий, он уже не точности соответствует объектам физического мира. Вот это вот уже такая деталь для нейрофизиологии, для физиологии мозга, которое, ну, так сказать, немножко ускользает из научных рук. Этот реконструированный мир, как же мы тогда будем с ним играться? Дальше, пожалуйста, для тех, кто работает, допустим, в IT-области, я могу сказать в двух словах тоже. Смотрите, такая же история с фотоаппаратом вроде бы. Девушка, фотоаппарат, и вы знаете, там две матрицы. Одна – это чувствительная матрица, которая, собственно, принимает все это изображение. Но на обратной стороне, давайте нам в обратную сторону, там другая матрица, на которой рисуется уже это изображение. И там появляется, конечно, эта девушка. А спрашивается, откуда она там появилась? Вот здесь вот, давайте эту девушку. Откуда она здесь появилась? Ну, здесь другая ситуация. Видите, тут здесь есть кабель. И тут идет, конечно, код. Ну, код – это совсем другое дело. То есть, вот самый крайний верхний пиксель, допустим, он имеет цвет, яркость, там 4-5 каких-то характеристик. Но они просто зашифрованы этими цифрами, передаются сюда, и крайний верхний здесь именно так и зажигается. И, собственно, тут прямая передача. Но если бы так было устроено в мозгах, то здесь должна была бы стоять вторая матрица. И тогда на нее, конечно, можно перенести в точности то, что вот здесь 126 миллионов пикселей, 126 миллионов палочек и колбочек. И здесь вот повторную матрицу именно так, чтобы она и была. Но кто же ее будет смотреть, эту сетчатку внутри головы? Видите, в голове какой-то свой мир построен. Дальше нам, давайте пойдем. Это вот такие загадки, которые, видите, они такие физиологические и философские. Теперь мы понимаем, что мир достаточно мягкий, в голове там дальше. Теперь вопрос, а как эти вот объекты, они реконструируются в голове? Но, в принципе, вот я сейчас смотрю, здесь, в этой комнате, это просто исходное, это просто распределение освещенности. Здесь немножко больше красного, здесь немножко больше синего, здесь еще какие-то такие пятна кругом. Формально тут распределение только освещенности, больше ничего нет. Но мы в этом распределении освещенности улавливаем, что здесь лица, вот здесь лица, здесь одежда, здесь какая-то техника, здесь еще что-то. Как это мы из этого вот такого гомогенного распределения освещенности выделяем эти объекты? Тоже кто-то как-то, это же должно делаться в голове, кто-то заранее должен знать, что вот существуют вот такие объекты, и там сидеть, и их распределять, выделять. Это тоже такая тайна. Но ответ есть. Это язык. Человек научился давать название любому объекту внешнего мира, какой бы он там мелкий или крупный не был. И если даже он не знает какой-то там объект, как у него название, но он спросит у какого-то другого, или там придумали всякие такие, допустим, если что-то не знаешь, говоришь там, а вот как это штуковина называется, ну такие универсальные какие-то обозначения неизвестного предмета, а потом тебе скажут, и будем знать, или назначим новое слово. И вот тут удивительная вещь происходит. Физические объекты, которые исходно в голову не могут попасть, в силу того, что они физические, они же не могут лезть в голову, они попадают именами. То есть объекты уже у нас в голове крутятся с именами. Ну, психологи, правильнее говорить тут не именами, а понятиями. Допустим, вот этот вот стол – это понятие. Вот как мы уже тут говорили про стол. Для психологов это понятие. У него есть первооснова такая. Столы бывают разные. Но как вот там их там не разнообразить, все равно он есть стол. И вот это вот понятие, они в голове находятся у нас вот в великом разнообразии. Потому что это хомо сапиенс. Он вот приобрел такое свойство иметь язык. Все разнообразие вот этих объектов, оно перемещается в голову в виде понятий. То есть вот этот реконструированный мир, мы его там распознаем, все объекты, как понятие. Ну, можно сказать, мы живем по понятиям. Потому что все обозначено. И теперь у нас только вот в голове можно управлять или делать операции с этими понятиями. И вот здесь мы можем дать первое определение такое. Операции с понятиями называются мышлением. Ничего больше не нужно придумывать. Если мы какие-то два там, два из этих объекта начинаем как-то объединять, соединять и операции делать, это элементарные мысленные акты. И если будет слишком сложно, и там много всяких понятий, наслаиваем одно другую, ну, получится предложение, абзац, там целый рассказ, книжка. Так что вот это операциями с понятиями. И вот получается, что что же у нас теперь за мир в голове? Пожалуйста, был такой исследователь, ученый, философ, аналитический философ, дальше, Людвиг Биткенштейн. Вот смотрите, он дал какую формулу. Границы моего языка обозначают пределы моего мира. То есть, что вот есть в понятиях обозначено, это и есть весь мир. Если понятия к чему-то нет, то это, значит, не существует. Значит, либо нужно придать этому объекту, какому-то объекту, новое понятие, либо мы просто его не видим. Но существуют легенды, что когда корабли Колумба подплыли уже к американскому континенту, то аборигены их не видели физически. Хотя они стояли на рейде, но они их не замечали. Они бегали по берегу, как будто бы ничего не происходит. И только после того, когда они высадились, началась эта вооруженная потасовка, тогда они начали различать. Почему? Потому что понятия корабля у них не было в голове. И в границы этого мира не входили корабли. И они просто не детектировались головой. Хотя физически они стояли. Вот, пожалуйста. Мы тоже так можем. Например, у меня на письменном столе лежат очки, а я их не вижу. Просто вот физически не вижу, и все. Потому что это все реконструированный мир. Там очень легко выключить, включить объект. А это мы сейчас вот с вами говорим о таинствах вот такого мира, который у нас в голове. И как он строится, и каковы его пределы, и чем определяются пределы. Дальше давайте сделаем. Сейчас мы завершаем эту всю картину, чтобы перейти, чтобы я так долго объясняю свой интерес к этой непознанной до сих пор проблеме. И вот смотрите, значит, когда мы уже знаем, что у нас реконструированы, мы живем в реконструированном мире, смотрите, какая прекрасная картина. А вот люди, туристы стоят, смотрят даль, там, долины, озера, леса. Ну, этого же ничего нет. Оно в голову переносится как реконструированный мир. Это реконструированный мир. Но вот правда, это же фотография. Поэтому это, слушай, получается, нереконструированный мир. Это же реальная фотография. Но я подшучиваю. Почему? Потому что, ну, реальная фотография. Но когда мы на нее смотрим, все равно мы ее реконструируем. Поэтому вот когда мы смотрим вдаль, на эти широкие просторы, мы их понимаем только в реконструированном виде. Физически они не могут войти к нам в голову. Мир, который в голове, он реконструирован заново. И в этом большая тайная мозга. Как он умеет это делать? Мозг реконструировать целые миры. И дальше, пожалуйста. Все, все хорошо, хорошо, хорошо. Теперь вот уже заключительная такая часть. Это все из мира психофизиологии. На самом деле, немножко нерешенных проблем. Из самых таких топовых, острых проблем, которые существуют. Их нет в учебниках, конечно, не школьных. И, в общем-то, их нет в студенческих учебниках. Потому что там же надо учить то, что надо по билетам потом отвечать. А здесь все такие вот вещи не очень ясные. Разные мнения есть. И поэтому оно традиционно не вносится. Это фотография в музее. Пожалуйста, следующее. Знаменитая картина. Видите? Клод Мане впечатление «Восходящее солнце». 872 год. В Парижском музее «Марматан». И почему я ее привел? Ну, во-первых, эта картина была нарисована за 10, за 8 минут. Как он сам в воспоминаниях пишет. Потому что солнце там менялось. Это раннее утро. В дымке все. И, пожалуйста, следующий. Мой вопрос к вам. Дальше. Что здесь нарисовано в этом желтом круге? Лодка. 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 А люди. Ну, вот. Да. Ну, вот. Видите? Значит, вот видите, разные мнения на самом деле есть. Но в основном, конечно, говорят, что это лодка. И с людьми какими-то. И, вообще-то говоря, у вас нет так оснований так вот утверждать. Сделайте следующий кадр. Я просто увеличиваю. Увеличил это. Вот смотрите. Где здесь хоть один признак лодки? Ну, вы мне ничего не назовете. Потому что даже если так рассматривать, здесь не очень хорошо видно. Но видно, что художник провел так три мазка кистью. И вот здесь вот она вышла кистью. Все. Ни одного признака лодки нет. А вы почему-то утверждаете, что это лодка. Ну, просто формально это неправильно. С какой стать? Я делал эксперимент. Менял вот этот фон. Ну, просто чтобы здесь не тратить время. Менял этот фон на такое снежное поле. И дальше лесок. Никто не говорил, что это лодка. А вот это вот я ничего не поменял. А что говорили? Вот видите, вам трудно сейчас представить, потому что это надо реконструировать уже без объекта. Это другое дело. Вы должны реконструировать то, чего нет. Но они все говорили, что это сани. Ну, вот полозья. Полозья – это сани. Все, и нет вариантов никаких других. Нет, это точно сани. А признаков нет. Ни сани, ни лодки, ничего. На самом деле, конечно, он говорит, что это лодка. Это вот в этом тумане, это контрабандисты, они с кораблей перевозили товары на берег. Вот в этот ранний час. Я вот про это вообще не спрашиваю, что это такое. Но это тоже лодка. Да. Но все, это импрессионизм. Так вот эта картина, впечатление, это вот первая картина импрессионистская. Когда ее на выставке выставили, там главный критик сказал, ну, это вообще какой-то импрессионизм. И все, это такое ругательство было. Вот теперь видите, целое направление. Но этот импрессионизм дает волю воображению. Видите, теперь мы можем все что угодно говорить. Для нас сейчас важно, что как же мы все-таки понимаем, что это вот лодка или сани там, или то, или другое. Как мы это делаем в голове, когда здесь нет этих признаков. Признаки распылены не только здесь, по всей вот этой вот картины. Видите, мы ловим вот это вот тени на воде, вода так немножко бликует. Здесь вот багор какой-то, похожий на человека. В общем, совокупность нам подсказывает, что это лодка. Хотя формальных признаков нет. И вот эта совокупность, откуда она берется? Откуда берутся такое узнавание? Такой ход можно, например, предложить следующее. У нас в голове очень много шаблонов. Ну, шаблоны – это некоторые такие трафареты, с которыми можно сравнивать. Много. И вот, как мы видим, что-то такое неясное. Оно прогоняется через все шаблоны. И вот, допустим, вот шаблон жирафа, шаблон пожарной машины, шаблон чего-то еще, шаблон лодки. И с лодкой что-то есть сходство. Значит, останавливаемся на лодке. Потому что вот шаблон нам подсказывает, что это лодка. Пока будем считать лодка, пока, значит, нам не докажут, что это что-то другое. Через шаблоны. Но это как-то плохой ход, потому что все-таки мир настолько разнообразен, что столько нужно иметь этих шаблонов. Да и для лодок нужно разные шаблоны тоже иметь. Потому что лодки бывают вот такие, как это. Вот такие огромные, так сказать, многоэтажные. И все это лодки называются. Но поэтому здесь вот как-то вот эта гипотеза, что шаблоны, она как-то плохо проходит. И вот здесь главное таинство, на котором я останавливаюсь, потому что вот дальше наука не может продвинуться. Какое таинство? Давайте мы дальше. Вильям Джеймс – это такой знаменитый психолог на рубеже позапрошлого и прошлого века. В 1900 году, ну, примерно в 1901, он опубликовал свою книгу, которая называется «Основы психологии». Она есть сейчас в библиотеках, я ее читал. И это очень такое суперхорошее изложение психологии, хотя это 130 лет назад было. Посмотрите, что он там пишет. Какие бы чувства мы не испытывали, какие бы мысли не приходили нам в голову, в нас имеется нечто такое, что идет навстречу этим чувствам и мыслям. Оно – источник нашего внимания и наших усилий. От него исходят приказы нашей воли. Оно непременный и постоянный участник нашей умственной деятельности. То есть, вот когда мы смотрим на мир, что-то там, в голове есть нечто такое, что начинает подсказки давать, подсказки, как и что. Ну, в зависимости от наших вопросов, что мы там хотим в этом мире различать, размышлять. Это, говорит, психолог, который задумался над тем, откуда берется у нас вот такая слитность восприятия. Кто-то нам помогает или что-то. И вот здесь еще другой есть психолог. Давайте его нам. Это Эрих Фром, ну, более такой современный, почти современник наш. Это дальше, пожалуйста. Это, значит, он и на один шаг обратно. А, он, ну, ничего, ничего, хорошо. Он философ, психолог, психотерапевт, в общем, такой очень талантливый человек. Посмотрите, что он пишет на ту же самую проблему. Человек в силу своей психофизической природы, здесь плохо видно, психофизическое – это потому, что мы на границе физического и психического миров. Мы как раз вот то существо, которое стоит на границе и внутри себя, психический мир, снаружи физический мир, и как-то надо на этой границе жить. И вот человек в силу своей психофизической природы стремится привести к единству все многообразие переживаемого им опыта путем создания тех или иных метафизических систем. То есть систем, которые витают над мозгом. То есть это какие-то что-то, это мы, я сейчас не, как раз не хочу сказать, что это что-то такое, что таинственное, какие-то такие существа там или еще что-то. Нет, это некая метафизическая система, которая выстроилась в голове, но она воспарила над этими нервными клетками. Ну, здесь ничего особенного нет, потому что вот когда вы приносите вот такой ноутбук с завода, поставите сюда, он работать не будет, потому что в нем нет метафизической системы. Он полностью физически готов к работе, но программ-то в нем нет. А программы – это метафизические системы, они же не материальные программы. Они, конечно, могут наносить или быть, но это идеи. Вот здесь метафизические системы в таком же примерно смысле. Принесли ребенка из роддом, он работать не будет, пока не загрузите программы. Ну, на самом деле, ребенок – это отдельное дело, потому что он уже прожил часть жизни, и, в общем, он будет работать, конечно. Но здесь смысл такой. Что-то такое, значит, у нас, что? Вот что предлагается гипотеза, научная гипотеза, и здесь исследователи, психофизиологи разделились, но предлагается это нечто, это модель вот этой физической реальности. То есть мозг человека настолько сложен и настолько у него большой ресурс, что он может построить ментальную модель физического мира. Ну, модель, слово «модель» просто раньше вот при них не было. И не было такого опыта создания модели. А теперь, пожалуйста, вы можете на экране компьютера, дети крутят трехмерную модель, допустим, самолета, и там и так, и так, и все видны, все отсеки, все заклепки, все винтики, тем более конструкторы этим занимаются каждый день. Никто теперь не чертит эти на отдельной доске какой-то винтик. Все это уже делается в такой трехмерной модели. Но мозг, он может быть способен построить не просто трехмерную модель самолета, парохода, города, он может построить модель вот этого окружающего нас мира. Но только не всей Вселенной. Потому что здесь бы мощности не хватило ни у какого объекта. Построить модель всей Вселенной может только объект, похожий на эту Вселенную по размерам. А нам не нужна вся Вселенная. У нас есть мир, в котором мы живем, в котором мы хотим жить. И если уж переходить на такую физиологию, эволюция создает такого рода механизм для того, чтобы человек смог выжить в этой среде. То есть для адаптации к среде обитания. Но единственное, что эти модели, может быть, в каком-то мелком виде существуют и для животных. Наверняка существуют. Просто мы сейчас вспомним, что у нас есть язык, который обогатил весь этот реконструированный мир. Если язык бедный, то, конечно, и сам этот мир будет бедный. Если у собак или у каких-то животных всего 30 или 100 или 200 слов, вот будет такой мир из 200 таких слов. А у нас, ну, вы знаете, что словарь русского языка – это сотни тысяч слов, 200 тысяч слов. Ну, хотя тут надо тоже понимать, чтобы вы на меня не сослались неправильно. А? Что ж ты? Иностранных слов много в Астане. Ну, да, видите, это значит портится. Портится модель, потому что эти иностранные слова, они из другого корпуса. И тогда, если иностранное слово интегрируется, он должен приносить много новых смыслов. Так, окружение свое. А если оно просто так встраивается? Ну, так нет. Тогда он должен приносить вот это вот окружение. Кусочек мира, который был создан в другом языке, нужно все приносить, а не отдельное слово. Потому что отдельное слово, оно встраивается неправильно в наш другой язык. В общем, мы приходим к понятию о модели, значит, у нас есть модель потребностного мира, не всего мира, а только того, который позволяет нам комфортно существовать в этой среде. Единственное, что человек, видите, раз модель получилась, как она может верифицировать саму себя? Это же уже модель, то есть это означает, что она может прокручиваться и показывать, что будет немножко впереди. И прогнозировать немножко. Вот свойства моделей, то, что они дают возможность прогнозировать немножко вперед. Множко или немножко, мы уж тут не знаем, но важно, что это было решающее преимущество человека относительно животного царства. Потому что теперь он может прогнозировать вперед, ему не нужно как бы что-то заниматься какой-то суетой, бегать, рассматривать что-то. Он может это прогнозировать. Модель позволяет это дело реализовать и откатываться в прошлое. То есть мы теперь можем жить не в настоящий момент, а вот немножко в будущее, немножко в прошлое, вот в этой думке, дымке. Но это означает, что эта модель, она может, если там будут какие-то, ну как вот в фильме, например, разрывы, означает, она неправильно устроена, что-то не то. Она должна быть подработана немножко получше. И вот она, сама эта модель может чувствовать вот эти шероховатости. А шероховатости то и дело там появляется. Мы же не все изучили. Вот я, например, не знаю, что там внутри вот в этой штуке. А модель, она как-то будет здесь сталкиваться с этим и не сможет прокрутиться. Потому что, может быть, вот без этого она там, вот в этом месте она будет стопориться немножко. И ей что-то нужно сделать, чтобы все-таки прокрутиться дальше. Ну, какой вариант? Она меня пошлет к этому ящику разбирать его. Но мы знаем за собой, особенно в детстве, начинает разбирать часы, там еще что-то, швейную машину и так далее. Зачем вот эта модель требует, чтобы прокрутиться, чтобы это знать? Но все не разберешь. Поэтому модель эта, она делает очень хитрый ход. Она делает склейку. Поскольку она может прогнозировать, и, следовательно, на основе предыдущего опыта можно прогнозировать, что здесь есть. И, в общем, делает такой свой прогноз, надо-не надо, потому что мы туда, может быть, никогда не заглянем. И таким образом она прокручивается. То есть она подрисовала нашу реальность, реконструированную реальность. Мы этого не знаем. Мы там, допустим, в каком-то месте не были. Но поскольку оно там почему-то понадобилось, она дорисовала это место и сделала такие склейки. Поскольку это модель, она может прогнозировать. Попадая в такую склейку, мы говорим, так, я же здесь был. Но по документам видно, что меня там не было. Как мы называем это? Дежавю. Дежавю. Видите? Вот вам объяснение этого дежавю. Я тут такие намеки делаю по поводу того, что, значит, бывает, все-таки можно по-другому объяснить. А почему человек помнит что-то, что, значит, он там не был, а он помнит? Так что здесь вот есть всякие такие моменты, потому что вот эта ментальная модель, она может организовать эти все дела. И последнее, что вот здесь вот важно сказать, это вот как бы от науки. Сейчас мы перейдем уже к моему интересу, почему все-таки я занимаюсь вот изучением медитации. И вот здесь эта модель, она, поскольку она теперь как бы настроена на то, чтобы все лучше и лучше прогнозировать этот мир. А как это сделаешь? Значит, она будет стремиться к познанию этого мира. Будет толкать меня, раскручивать эту штуку. Или там куда-то поехать, или с кем-то поговорить. Потому что знать, 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 им нужно просто больше и больше охватывать. Исходная эволюция заложила в нее это стремление ради того, чтобы человек как бы комфортно был обеспечен жизнью на этой земле. И чтобы он обеспечен был, ну, так сказать, отгорожен был от разных опасностей. Он всякое вот будет знать предварительно. И вот это стремление к познанию мира – это то, что выделяет человека от животных. Животные, как бы, они должны знать только то, что в пределах места их обитания. А вот поскольку появилась эта модель, она уже забыла, для чего она нужна была, вообще-то говоря, для человека. И она пробилась сквозь биологическую целесообразность. Она теперь толкает нас на познание того, что, вообще-то говоря, для вот нашей вот такой бытовой жизни не нужно. Допустим, мы изучаем свет далеких звезд. Я немножко условно говорю, потому что физики вам тут же объяснят, почему это нужно вот практически для нашей жизни. Вот. Но, в принципе, вот так вот она вырывается за пределы биологической целесообразности и познает мир все шире, шире, шире. И ресурсы мозга очень высокие, я про них сейчас не говорю, настолько высокие, что они могут содержать вот такую большую, сильную модель. Следующий. Вот. Видите, здесь получается некоторый такой перескок. Эта модель, она уже, если ее, так сказать, подойти к ней неформально, то, получается, в голове есть некая сущность. Мы подошли к этой сущности не из какой-то мистики, а из просто необходимости. Она живет своей жизнью, эта модель. Она старается что-то познать. Она что-то дописывает, переписывает у нас там в голове. Вроде бы ради того, чтобы нам все было хорошо. Но это вообще-то уже не дело. Мы не знаем, сколько там склеек уже она подоставила везде. В зависимости от того, насколько любопытствующий человек. Потому что чем человек как бы более разнообразен, больше у него всяких активностей, она должна все время все сделать так, чтобы нигде, нигде он все-таки не попал в просаг. И поэтому там дописывает, дошлифовывает, переписывает, там всякое такое делает. Но раз так, то вот идея-то какова? Проблема какова? Мы эту модель не чувствуем. То есть у нас нет языка для разговора с этой моделью. Мы договорились до того, что у нас появился язык между собой. Вот мы друг с другом можем общаться. Но вот она, вот эта модель, сидит глубоко. Ей нет необходимости с нами общаться. Она сама там подкручивает, что надо. Но нам-то есть необходимость. Она же знает очень много. Она впитала вот эти закономерности этого мира, чтобы прогнозировать все. А мы как-то не имеем к ней доступа. Если вот так, к примеру, просто вот ребенок, маленький ребенок, совсем маленький, вы ему даете игрушку, он ее так берет и сбрасывает, допустим. Вы поднимаете, кладете рядом с ним, опять сбрасывает, опять сбрасывает. Это не каприз. Это его нарождающаяся модель изучает этот мир. То есть, если вот, допустим, какой-то объект, она изучает. А если его оставить без опоры, куда он полетит? Вбок, вверх, вниз. Но я не буду сейчас вам демонстрировать, потому что у вас модель уже все знает, куда он полетит. Вот. И это же еще в маленьком возрасте мозг впитывает эти закономерности. И более того, он же очень чуткий. Вот он отпустил игрушку, она не мгновенно загремела. Через какое-то маленькое время она загремела. Значит, какое-то расстояние, какое-то время нужно потратить, чтобы преодолеть это расстояние. А если расстояние будет маленькое, мы это не замечаем, как это ребенок это все экспериментирует. А мозг его специально этим занимается, потому что ему нужна эта модель. Нужно быстрее, быстрее, пока человек еще вот без помощи, надо как-то все там, расчеты все эти сделать. Ну вот, допустим, приходит этот ребенок в седьмой или там пятый класс. И учитель физики говорит, а сейчас я вам объясню законы Ньютона. Вот тело оставлено без опоры, падает. Он эти законы Ньютона уже в четырехмесячном возрасте прекрасно знает его мозг. Но человек не может к ним обратиться языком. То есть он не может спросить. И когда вызывают доски решить какую-то задачку, если бы контакт был с этим, мгновенное решение. И мы все по себе знаем, что иногда мгновенные решения приходят в голову. И мы их так даже не спрашивали. А вот мы так решили. Видите, я замкнул круг. Откуда ученые что-то знают? Они имеют контакт со своей моделью. И они это называют озарение, интуиция и так далее. А на самом деле они получили вот этот краткий контакт. Они сами, это не тайна для нас. То есть они закрываются там на замочек и там контактируют с своей моделью. Потом приходят и она рассказывает. Нет, оно приходит вот спонтанно. И вот эта спонтанность, она уже у разных людей разная. Вот эта чувствительность к интуиции, к этому озарению. Туда вот как бы постучаться в эту дверь и коснуться этого момента. Вот это уже, к сожалению, нерегулируемая вещь. Как-то нужно вот сделать так, чтобы иметь возможность технически туда попадать. Технически как бы коснуться вот этой модели, тогда мы получим колоссальные преимущества. Но этого нет. Природа как-то защитила нас от прямого контакта с этой моделью, вот этого мира, в котором мы живем. И я обратил внимание вот в этот момент, но это было очень-очень давно, что есть технологии, которые позволяют человеку погружаться в себя. Потому что, ну, даже если без этих технологий, вот если так вот что-то вдуматься, мы же замираем, как-то стараемся как-то затихнуть, что-то еще, что-то настраиваемся как-то, там ругаемся на других, что нам что-то мешают, там настроиться. А что это мы делаем? Мы готовимся к медитации, между прочим. Но мы не называем это медитацией. Обычный человек скажет, какая это медитация ваша, это мистика. Нет, я просто там настраиваюсь. Нет, он уже, смотрите, фокусирует внимание, старается отвлечься от всего, что ему мешает, от этих вот лишних мыслей. Потом, когда он уже очень хорошо сфокусирован, он уже начинает аналитически рассматривать этот объект. Так, слушайте, это же Шамадха и Випасан. Вот, но, значит, смотрите, вы, поскольку я не владею, значит, ни буддистской теорией, ничем, поэтому вы так легкомысленно относитесь к тому, что я вот говорю, вот и сейчас особенно начну говорить. Но, тем не менее, вот для меня это был такой интерес. Все-таки здесь дело вот какое-то, есть как бы люди на земле, которые специально этим занимаются. И вот у меня был интерес, конечно, к медитациям. Дальше, сейчас мы дальше. И вы знаете, мой сам, мой путь очень давно, я как-то вот, мне попался Вивикананда. Ну, Вивикананда – это тот человек, который принес восточные практики, одним из первых, и в таком наиболее полном виде принес восточные практики в Европу, в Америку. Он был очень известным. И смотрите, вот что он пишет, допустим, это не обязательно вырывать эту фразу. Возьмите одну идею, сделайте эту идею своей жизнью, думайте о ней, мечтайте о ней, живите с этой идеей, и все остальные идеи оставьте. Это путь к успеху. Видите, тут же послание какое, что если в нашем реконструированном мире мы фокусируемся на чем-то, то он будет подбирать нашу жизнь таким образом, чтобы все-таки к этому прийти. Ну, конечно, оно должно быть чем-то полезно. И все эти, это, ну, так, одно из высказываний, которое говорит о силе вот этого, этой внутренней сущности, а мы бы сейчас сказали, силе этой модели. Она не просто вот так вот там живет себе и живет, она обеспечивает нам притворение наших мечтаний. И вот это очень важно. И тем более, значит, нужно бы как-то вот понять, как этот механизм происходит. Давайте следующее. Ну, поэтому я очень давно попал вот в этот монастырь. Следующее. Это индуистский ашрам. Ну, со всеми прелестями, как там седой, там все. Вот я это все должен был, значит, принять дальше. Вот здесь меня провожают. Я работал в Индии много раз, но я каждый раз работал все-таки официально, как визитинг-профессор в каком-то университете. Они охотно меня приглашали там на какой-то небольшой период, там три месяца, допустим. Но я пользовался этим. И в свободное время вот мои коллеги из университета, они меня оставляют в этом монастыре. На, значит, на какое-то время. Но это вот такая просто заставка. Пожалуйста, следующее. И вот вам распорядок дня. Ну, тут не совсем видно, но в 4.30 уже, в общем, активность начинается. А не очень поздно. Уже все, все, надо уже спать и все. И, в общем, за это время так утомишься. Тут много-много всяких активностей. Что уже, конечно, спишь, потом просыпаешься, потом опять и вот так вот. Но между делом, конечно, я старался что-то там понять, что же происходит. Пожалуйста, следующее. Да, ну, это Виви Канада, в более таком обычном виде. Дальше. Да. Ну, и вот теперь уже мы переходим к вопросу о том. Ну, хорошо, допустим, есть медитации, есть практики. Я вот сейчас, конечно же, мы не говорим о том, как практиковать, как медитировать. Это все, значит, такое дело для меня большая довольно-таки тайна. Но я интересуюсь литературой научной. Пожалуйста, следующее. Есть ли эффект вот этой практики или медитации на мозг? Пожалуйста, в следующий слайд. Вот смотрите, это очень такая литература, труднодоступная для понимания. Потому что это какая-то смесь. Какие-то ученые, нашли каких-то людей, которые как-то могут медитировать. И все это как-то разбросано, поэтому ее систематизировать очень сложно. Хотя на настоящий момент уже довольно много исследований. И в частности, такие исследования, когда изучается либо какой-то тип активности мозга. Это может быть электрическая активность, может быть метаболическая активность, что-то такое. И вот, допустим, в этой работе, видите, 16-го года изучалась медитация сосредоточенного внимания, медитация открытого мониторинга, медитация с мантрами, медитация любящей доброты. Ну, в общем, люди, имеющие к этому отношению, могут трактовать это все. Мне было интересно, и что эти вот разные медитации имеют разный эффект на мозг, то есть в разных местах они реализуются в разных местах мозга. Да, получается в разных местах. Видите, вот эти цветные пятна. Ну, что значит эффект? В данном случае это исследование, где усиливается активность при вот той или другой медитации. И так вот, не занимаясь анатомией, вы понимаете, что это затылок, а это лобная часть. И вот эти вот синие, вот эти вот медитации открытого мониторинга, они легли сюда. А вот, допустим, зеленые и красные, медитация с мантрой, медитация любящей доброты, они вот легли больше к затылочной части. Вот здесь вот медитация, опять это вот развернуто затылок, а здесь передняя область мозга. Вот это симметрично просто. Здесь вот левая часть слева, а здесь как бы человек правой частью развернут. Но в разных местах. То есть это означает, что если вот создавать в себе какие-то состояния, которые мы называем медитациями, то они обращаются к разным зонам мозга. В зависимости от того, что это за медитация. Это означает, что, в свою очередь означает, что медитации не так простые, это не какой-то слитный процесс, что вот я медитирую, извините, да, отойдите, я сейчас промедитирую. Нет, это всегда какой-то довольно, особенно если это делают люди понимающие, знающие, имеющие практику. Это какой-то очень довольно точно направленный на мозг процесс. А мы все знаем, что если многократно какая-то деятельность садится в какую-то область мозга, она меняет эту область мозга. И здесь вот как бы, вот в такого рода работах, это прямое указание на то, что разными медитациями можно быстро перестраивать свой мозг. Следующий, пожалуйста. Ну, это для любителей анатомии, чтобы знать, где точно, значит, лежит. Я оставлю эту презентацию здесь, если кто-то захочет разбираться. А теперь вот мой персональный опыт. Значит, как же изучать медитацию? Прошло это время увлечения там йогами, ашрамами там и так далее. Я все-таки потихонечку перешел в буддизм. И от индуизма. Нет, я не буддист. Но мне как-то я читал, читаю, читаю, читаю много. И как-то у меня вот больше склонность к такому более такому методическому, логически непротиворечивому объяснению. Ну, это так вот объясняю сам себе, но я это вижу. Мы только что вот беседовали, я отметил, что беседа идет всегда логическим убеждением, а не догматическим. И это мне больше нравилось. И потихонечку, значит, вот так вот все шло время. Но не будем отвлекаться, тратить на это время, на эту мою личную историю. Важно, что мне нужно было в какой-то момент выбрать все-таки для такого точного изучения какой-то тип медитации, чтобы в своих исследованиях понять, какие области мозга, как они. И причем как-то это был новый уровень, когда совершенно новые технологии, новая техника, все вот пришел на такой уровень. И я уже хотел все это применить для того, чтобы понять, как, к каким областям мозга обращается медитация. С тайной мыслью, что где-то там и расположена эта модель, где-то они состыкуются. И нужна была хорошая такая модель медитативная. То есть, ну вот, как я уже говорил, допустим, медитация сосредоточенности или фокусирование на объекте, или, а как это еще называется? Single Point Meditation, еще как называется? Направленное сосредоточение. Направленное сосредоточение. Вот, допустим, вот такая. Это такая распространенная вещь и полезная для всех, там, монахи или это обычные люди. И всем полезно. Но ее трудно, трудно как бы изучать, потому что она все время меняется. То есть, вот сосредоточение идет, 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 и вдруг какое-то омрачение. Значит, перескочил обратно, туда, сюда. В общем-то, тут нет какой-то последовательности, которую можно уловить. А я же не могу видеть, как это происходит в голове. То есть, не могу поставить метки, что здесь было сосредоточение, а сейчас вот он отвлекся, а здесь опять сосредоточение. И вот это вот такая трудная модель для изучения. И то же самое... Личная практика. А? На личную практику. Вот, личная практика, но это отдельное дело. Я просто не хочу сейчас тратить ваше время. Но это так, да. Но я все-таки сориентировался на то, чтобы испытуемый был человеком, который хорошо владеет этой практикой. И такое племя есть одно на Земле. Как я шучу немножко. Это все-таки буддистские, тибетские монахи, ну, много лет занимаются, и причем в монастырях, это с маленького возраста, очень многие приходят туда с маленького возраста, и это всерьез, это их работа, их интерес, их мотивация, там, и так далее. Поэтому лучше всего. Но даже в среде, скажем, тибетских буддистских монахов все-таки мне нужна была какая-то такая медитация, которая имеет регламент хороший. И такая медитация вот попалась. Это тантрическая медитация, ну, такое общее название. Дальше, пожалуйста. А дальше что там? Ну, это самореклама. Да. Дело в том, что, конечно, нужно было спросить, это вот мы с Юлей, ну, часть вот моих таких вот посещений Далай-Ламы происходила с Юлей. И все-таки такой вопрос был, а какие медитации все-таки изучать? Причем речь шла о глубинных такой медитации, которая подводит человека к такому, очень такому наиболее таинственному состоянию, которое называется ясный свет. Я вот сейчас вступаю на тропу такой, где я могу где-то соскользнуть в ту или другую сторону, у меня вот Юля поправит, если что. Ну, и коллеги, уважаемые монахи, тоже поправят. Вот. Который называется, допустим, ясный свет. Немножко вот сейчас не будем погружаться уж в смысл этого всего, но во всяком случае вот какая-то медитация, которая ведет вот по направлению. Для меня это и есть та модель, тот персональный опыт, который вот драгоценен для нас, и который мы не имеем доступа вот в реальной жизни. Для обычного человека нет туда доступа. И от Далай-Ламы вот были получены тоже такие советы, какую конкретную медитацию можно было бы изучать. Следующий, пожалуйста. Ну, и в частности, в частности, вот медитация Гухья Самаджи, тантрической медитации Гухья Самаджи. Есть такая книжка, ну, много книжек, конечно, но вот у меня есть такая книжка настольная. Она на тибетском языке, я ничего не понимаю в тибетском языке. У меня там много закладок, потому что я знаю уже в беседах с теми, кто знает язык. Я знаю, вот здесь написано это, здесь написано это. И иногда я просто, чтобы не брать какой-то перевод, я беру эту книжку и вот говорю, вот здесь вот мне еще раз объясните. Следующий, пожалуйста. Здесь уже вот элементы того, что мы делаем. Вот плохо видно, но сейчас будет получше. Одеваем вот шапочку с сенсорами, которые чувствуют электрическую активность. Человек находится в природной среде, поэтому мы делаем экспедиции прямо в монастырь. Это редчайшие случаи, когда монахи приезжают к нам, просто это когда невозможно привезти туда приборы. А так вообще-то это все делается в монастыре, именно в том месте, где монаху привычно, где ему все это, он может реализовать себя наиболее полноценно. Следующий. Ну, это просто для незнающих. Я тут вот привел, здесь все, значит, такую графику Гухья Самаджи. Видите, там три лица, но здесь это не видно. Красное, синее, синее, красное и белое. Шесть рук, там, в общем, такое серьезное существо. Это божество, тибетское божество. И дальше. Да, ну и вот так выглядит обычное исследование. Значит, вот монах, который устраивается так, как ему удобно, вот он сидит. Здесь же рядом располагаются, ну, в зависимости от того, что мы изучаем, экраны, на которых ведется контроль, все ли там хорошо. А сам оператор находится там где-то, ну, подальше, чтобы ничего не мешало. Минимум людей. Дальше. Ну, голова вся установлена вот этими датчиками. Это наиболее такой чувствительный для меня был момент, потому что что скажут монахи, вот когда им одевают все это дело. Ну, знаете, они это переживают хорошо. Во-первых, это не больно. Это просто, ну, некоторые, так сказать, изначально нужно, там, чувствуешь, что что-то не то на голове. Ну, все-таки, если все аккуратно сделать, нигде ничего не тянет, то, в общем, они не жалуются. Юля, или жалуются? Почти не жалуются. Почти не жалуются, вот. Дальше. Да. Юлия Станиславовна, ну, вот ее уже представили, да. Да. Это восемь этапов. Ну, вот как они, как они описаны в книжках, в переводе на русский язык, важно, что, видите, они идут последовательно. Если один из этих этапов не делается, то к следующему нет смысла переходить, надо его дожать. Ну, и так дальше, дальше, до видения ясного света. Полный регламент, и всегда один и тот же, потому что вот эту книгу, которую я показывал, она была написана 600 лет назад. И вот этот регламент, и он, насколько я понимаю, он исполняется вот всеми поколениями до сих пор. Поэтому это просто очень хорошая такая модель для физиологического, психофизиологического исследования. Дальше. Ну, это просто вот уже для того, чтобы найти этих монахов. Это все-таки обычные, это тантрические монастыри. И вот тут вот ориентир Нью-Дели. Здесь вот уже Гималайи начинаются. Сделайте несколько таких. Ну, в общем, уже много. Там разные монастыри. А это, да-да-да, нормально. А это вот уже мы добрались в прошлом году, вот с Юлей Станиславом, добрались до такой местности, которая называется Ладак. Видите, лунный такой ландшафт, на исключении вот редкой растительностью. И так, 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 так. Плохо видно. А, где-то там вот. Где-то там, на самом деле. Да. Нет, вот, видите? Вот. Здесь такое птичье гнездо, ну, типа, как вот веранда на даче, но на самом деле это здесь вот надо метров 80 вверх, довольно-таки отвесно. А мы стоим уже на высоте 4100. Это такая высокогорная. Мы туда забрались, я потом объясню, почему мы-мы, я говорю. Потому что там уже живут отшельники, то есть те, которые в монастыре уже не имеют каких-то обязанностей, наоборот, монастыри стараются им помочь, там как-то помогают, приносят еду и так далее, и так далее. Вот видите, вот здесь вот плохо видно, но вот здесь. И вот эти 80 метров я лично не преодолел. То есть я подумал, что нет, я не заберусь. Вот почти вертикально. А Юля проявила отважное свойство и все-таки поднималась вместе с моими двумя помощниками. Это мои бывшие аспиранты, они несли оборудование, добрались вот сюда, к этому отшельнику, сделали регистрацию. Ну, это вот реальность такова. А я сидел здесь вот у какого-то кустика и отдышался пока. Ну, а уже потом время пришло, смотрю, они уже потихонечку спускаются здесь сюда. Так что вот такие наши реалии. Дальше что? Да, ну вот это вот как раз с одним из отшельников отшельников в его келье, куда я добрался, где я там добрался. Ну, вот видите, значит, такой дружественный контакт, несмотря на то, что отшельники вообще-то говорят... Ну, как отшельники? Наверное, это как-то по-другому надо называть. Ну, мы как-то на своем языке называем отшельники. Ну, это человек отшельник. Отшельник, да? Может быть, есть какое-то название монашеское. Но важно что? Что, конечно, они не будут принимать, какие-то исследователи пришли на голову чего-то там одевательного. Это всегда по какой-то рекомендации. Конечно, сначала это была рекомендация его святейшества, потом настоятели, потом учителя. В общем, это сложная цепочка, которая вот как раз в этом помогает и организует Юлия Станиславовна. Иначе бы это было все невозможно. И вообще я могу сказать, что вот эти с этой тантрической медитацией, это все впервые в мире. Никто не допущен был никогда. Никакие исследователи не были допущены. Это вот именно рекомендации Далай-ламы, это умение дружить много десятилетия Юлии Станиславовны. И в результате вот мы были допущены вот сейчас это дело. Ну, дальше, пожалуйста. Несколько таких вот антуражей. Это вот Гюдмед, Гюдмед, Гюдме монастырь. Ну, вот наша группа. Смотрите, как мы работаем. Значит, вот Юлия Станиславовна здесь, потому что нужен какой-то вот такой взгляд опытного в буддизме человека. Потому что с монахом нужно все-таки побеседовать, что он будет, какую практику, какие нюансы там есть. После того, как мы зарегистрировали все, насколько это возможно, спросить, что у него получилось, какие. Это все протокол. Мы же делаем настоящую науку. Здесь обязательно есть переводчик с тибетского языка. Потому что, как правило, все-таки вот монахи, они не могут объясняться по-английски, допустим, или по-русски. И вот тут вот один из таких... А он откуда? А откуда он? Вот. Видите? Да. Ну, вот видите, мне не нужно представлять. И очень хороший, да, очень хороший и, так сказать, ну, и в общении. Потому что, когда мы вместе, допустим, я не упускаю возможности что-то его спросить. А он же прошел полный курс в монастырях. Все знает. Вот такой группой. Переводчик, конечно, меняется иногда, потому что у всех свои дела. Но их очень мало. Это очень большая такая ценность. Да. Ну, и вот самый испытуемый, опутанный вот этими проводами. Дальше следующий. Ну, это... Значит, для... Не для вашей аудитории. Это, значит, для людей, которые не знают эти изображения, ничего. И вот теперь, значит, собственно, научный метод. Вот один из методов, который мы используем, это метод электроэнсфилографии, нехорошо известный в поликлиниках. То есть датчики одеваются на голову, такая сеточка, и регистрируется электрическая активность. Что значит электрическая активность? Мозг, в принципе, нервные клетки посылают друг к другу электрические импульсы. И поэтому вот эта вот электрическая активность, она пробивается через кожу, через кости, пробивается вот на поверхность, на кожную поверхность, и ее можно поймать. Она очень маленькая, слабая, но современные приборы уже дальше, пожалуйста. Уже это все можно сделать. И вот такие шапки, те или другие. Дальше. Вот эти вот кривые, допустим, здесь, видите, 40 или 45 таких кривых. Каждая кривая – это как живет мозг во времени в конкретной какой-то точке. Мы ставим там примерно 40 таких сенсоров, и вот в разных точках мозга в течение медитации непрерывно все регистрируемо. Всякие тут разные происходят явления. Дальше. Несколько слов о том, что же мы там ищем. Ну вот смотрите, получается там 8 стадий. Значит, мы уверены, что человек, и вот Юлия Станиславовна после каждой вот такой медитации расспрашивает человека, мы видим, насколько. А это все вообще-то опытные. Как правило, они проходят все ступени и расспрашиваются некоторые особенности. Но мы никогда не знаем, когда одна стадия переходит в другую из этих восьми. Потому что человек находится все-таки в своем состоянии, он не может там докладывать. Первая стадия пройдена, вторая стадия пройдена. Такого не может быть. Поэтому, значит, вот мы находимся в ситуации очень трудной. То есть мы должны найти вот в этом хаосе вот этих кривых какие-то участки более-менее постоянные. Постоянные. Здесь вот какие-то параметры есть, какие-то волны. Вот все эти параметры, вот они как-то более-менее устойчивы. Потом вдруг они переходят в какой-то другой уровень. И вот тогда бы для нас это было бы свидетельством, что здесь мы видим, допустим, первую стадию, здесь вторую стадию, здесь третью. как бы должны поймать эти стадии прямо из самих кривых. Смотрите, вот вся эта медитация. Это один из способов обработки. Тут ничего сложного нет. Вот уже в окончательном виде. Вот здесь по вертикали показаны частоты волн. 10 колебаний в секунду, 20-30, ну то, что там инженеры говорят, 10 Гц. И вот цвет указывает, насколько выражены эти колебания. Красный цвет, красный цвет, это значит очень сильно выраженный. А черный или синий, это слабо выраженный. И вот разные частоты. Вот началась медитация, вот она идет, и здесь она заканчивается. И вот начинается с того, что здесь зеленый все-таки, то есть вот эти частоты сильно выражены, а вот эти вот 20-30 Гц, слабоватые, вот здесь что-то еще выражено. Вот так идет, 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 и вдруг вот в этом месте начинается усиление. Вот этот целый такой кусок, может быть здесь 8-9 минут, уже как-то устойчиво держится повышение вот именно этой активности. И это уже вплоть до красного. Вот видите, здесь красный уже появляется. Вот один такой островок, вот еще какой-то островок, еще какой-то островок такой стабильности. Но это только вот в этой полосе. Здесь вот эти вот облака тоже светлеют. Это вот уже там 30 Гц, вот целый кусок, и это, значит, повышенные, увеличенные частоты вот в этой области, 30 Гц, вот здесь. Ну, это так вот визуально я вам показываю. Конечно, никто не будет там в научном описании так вот показывать. Вот здесь видите побольше? Все это, конечно, нужно показывать в цифрах и в статистической значимости и так далее. Но я показываю просто принцип. И действительно, вот здесь вот провал, допустим, черное стало. Но не обязательно усиливаться. В данном случае резко упали вот эти частоты. 18 Гц. Тоже довольно стабильный кусочек. И это как раз кусочек к концу медитации, там, где вот уже должен быть этот ясный свет. Вот этот кусочек где-то здесь, но мы не знаем, где он начинается. Но мы видим, что здесь вот провал вот этих 18, там, 17 Гц и усиление, в самом конце усиление опять вот 10 Гц. Мы не знаем. Вот сейчас идет обработка. Дальше, пожалуйста. Это ведь был конкретный, вот конкретный монах. Мы, там, я смотрел на нем. Дальше, пожалуйста. Важно, что каждый вот такой кусочек, если он появляется, все, я думаю, что так. Это вот какая-то стадия. Может быть, вот это первое. Вот, но что это дает? Ну, хорошо, выделили этот кусочек. И что дальше? Так в этом все дело. Как только выделяется такой стабильный кусочек или вот здесь вот стабильный кусок, значит, я теперь смотрю, вот среди этих 40 кривых, как он выглядит, этот стабильный. Вот беру этот сегмент и смотрю, ага, значит, здесь вот в этих каналах какие-то вот появляются какие-то вот такая активность. Ну, я сейчас примерно говорю. В этих каналах другая активность. Здесь вообще ничего не меняется. То есть они тут ни при чем. И таким образом... А что значит каналы? Это означает, это места, где установлены эти датчики. Значит, я начинаю теперь понимать, ага, в этом состоянии активны вот такие, такие, такие структуры. И теперь я вхожу уже в сам мозг. Почему? То, что я, собственно, исходно хотел искать. Что за структуры отвечают за вот этот стабильный период? За этот, за этот. И надо вот разобраться во всей этой механике. А без испытуемого я ничего не могу разобраться в механике мозга. Если я хочу подсмотреть вот это таинство, ну, допустим, с этой моделью, то только вот с монахами-испытуемыми можно это сделать. Ну, и дальше, когда я определяю, что вот, допустим, вот эта пачка вот этих вот каналов, то есть где-то здесь, вот в данном случае, это вот височные области. А теперь я еще смотрю, а что именно в них меняются? Какие частоты меняются? Это меня наводит на мысль, что там с режимами деятельности мозга происходит. И дальше я еще могу смотреть, насколько связаны вот эти каналы между собой. То есть как взаимодействуют эти структуры. У нас там большой инструментарий, как этот разобрать мозг на куски. Но нам нужны вот эти моменты, которые мы знаем, что вот человек находится в определенном состоянии. Дальше, пожалуйста. Для этого сделали очень сложный такой математический анализ, который рассматривать здесь, конечно, не нужно. А дальше? Дальше. И привлечены к работе были математики, серьезные математики, потому что очень сложная задача. Ищи где эти не зная что. Потому что вот вам вся медитация, ищите, где там эти стадии, где там что. Еще не факт, что вот такие глубинные состояния отражаются в этих физических явлениях. Потому что нам буддийское учение говорит, что там вот когда растворение уже переходит в пятую, шестую, там седьмую, восьмую стадии, это тонкое сознание, оно в принципе вообще-то не должно отражаться в наших приборах. А мы вот настырно, значит, все-таки вот делаем, делаем это. Ну, не отражается, так и покажем, не отражается, допустим. Или, значит, все-таки что-то найдем. И вот, допустим, вот здесь один, два, три, четыре, пять. Пять монахов. И вот это результат того и восемь стадий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот мы смотрим, какая, какие, не будем сейчас вдаваться в подробности, видно, что, вот, например, у всех монахов вот в эту стадию как-то однообразно что-то происходит в голове. Похоже. А вот в эту стадию немножко по-разному у всех. Ну, в общем, здесь вот надо наводить статистику. Мы сейчас имеем в нашем багаже, вот вместе с Юлей, сорок пять монахов, которые хорошо зарегистрированы в традиции вот Гухья-Самаджи, тантрической медизации Гухья-Самаджи. Ну, и делаем сейчас этот анализ. Мы в последнее время, в последние, наверное, три-четыре экспедиции мы присоединили еще один метод. Дело в том, что, ну, хорошо, электрическая активность – это само собой, но энергетика. Энергетика, как правило, если ее переводить в такой научный язык, это вот, это означает кровь, кислород, вот эти вот все дела. И вот нужен метод, который показывает, насколько много кислорода в каждой конкретной точке головы. То есть, что значит много? Если там повышается уровень кислорода, то есть кровь притекает активнее, приносит больше кислорода, значит, там есть активация в этом месте. Зачем иначе в эту область нужно так много кислорода? То есть, там энергетика повышается. И вот удалось получить с помощью наших коллег, которые заинтересованы в исследовании, с помощью их финансовой помощи, удалось получить такой супер-современный прибор. Пожалуйста, следующий. Следующий. Да. Ну, вот принцип работы этого прибора такой. Лампочка светит прямо в голову. Но длина волны этого света такова, что она поглощается кровью, насыщенной кислородом. И если тут вот много крови, насыщенной кислородом, там, где проходит этот свет, то она весь этот луч поглотит, и ничего уже не отразится сюда. Здесь стоит сенсор, который чувствует отраженный свет. Значит, если много поглощено, значит, там много кислорода, и сюда уже ничего не отразится. Но если мало, тогда сюда много отразится. И вот можно тоже во время медитации смотреть за этим сигналом. То, значит, отражается много, значит, там мало в этом месте кислорода, то мало отражается, больше. И вот как это происходит в течение всей медитации. Дальше давайте посмотрим. Ну, вот эти сенсоры и датчики, они располагаются среди тех датчиков, которые чувствуют электричество. Поэтому мы электрическую компоненту ловим, и вот метаболическую компоненту. Пожалуйста, следующий. Ну, так это все на голове выглядит. Дальше. Между прочим, таких приборов в Москве, в Москве, ну, сейчас уже их стало три, может быть, вот. Но когда мы привезли этот прибор напрямую из Швейцарии, в очень уже были тяжелые времена, но, значит, героическими усилиями привезли прямо в Индию. И здесь уже, значит, вот в данном случае, вот здесь очень знаменитый человек. Я не знаю, прокомментируете, Юля? Ну, кто это, что? Или это всем все ясно, да? Да, вот. Видите, это очень такие серьезные люди и очень глубоко практикующие, но вот в результате общения позволяют тоже проводить такие регистрации. У нас есть его регистрация, а это очень ценно, потому что это люди, достигшие очень высокой уровня практики. Дальше. Следующий. Еще. Ну, это вот все эти антуражи. Я вам сказал, что таких у нас уже 45 записей, чистых уже. Ну, да, это мы уже смотрели. Здесь вот как раз электрические сигналы идут, а здесь идут метаболические сигналы. Электрических сигналов у нас 40 таких или 45 локаций. А вот метаболизм или кровоток мы смотрим в 54 локациях. И все одновременно дальше. Вот, кстати говоря, просто видно вот эти кривые энергетики. Видно, что это кривые неспокойны в течение медитации. И все время идут какие-то движения. Где-то вот, допустим, вот это идет вниз в этой локации, где-то идет вверх, вот здесь где-то ритмически туда-сюда ходит кривая. В общем, с этим надо разбираться. Ну, мы с этим, собственно, и разбираемся сейчас. Дальше. Главное, что мы физи... Есть у нас физические приборы, которые ловят физические сигналы мозга. Покажет ли это что-то или нет? Мы вот сейчас на этой стадии. Дальше, пожалуйста. И вот здесь просто мы не можем этот мультфильм показать, фильм реальный, где вот эта энергетика мозга, я уже говорил, что эта энергетика, она физически, это сколько кислорода фокусируется, концентрируется в том или ином месте. А это же все кровоток, подвижно, оно может быть сейчас так, другое так. Если бы был фильм, то вся эта медитация вот здесь раскручивается. Но четыре таких этапа я нарисовал, пожалуйста, да, я выхватил из этого фильма. И вот они, вот в начале, например, так, зеленое, вернее так, да, зеленое, это меньше всего там кислорода, энергии, меньше всего. Желтое побольше, красное больше всего. И вот такая шкала, видите, вся голова тут почти зеленая, но в каких-то местах красная есть. И потом вот в другой какой-то стадии, мы сейчас не знаем, какая это стадия, просто вот я вижу, что происходит, а потом надо будет уже сопоставлять, в том числе и с электрическим сигналом, они совпадают в этих стадиях или нет. Вот какая-то другая конфигурация, почему-то виски, все это краснеет потихонечку. Дальше вот такая бывает ситуация, и бывает вот такая, когда вся голова красная. То есть кругом сильно, сильная энергетика получается. Но энергетика, видите, не в мистическом смысле, а именно просто больше, больше кислорода. Почему-то притекло больше кислорода. И это все разные стадии вот этой медитации. Сейчас вот я не могу какую-то дать систему, потому что вот нужно сейчас, вот мы как раз на стадии вот объединения всех результатов для 45 человек. Еще одну технологию, которую мы сейчас хотим применить, пожалуйста, да, да, это регистрация двух одновременно монахов. Ну, это уже на грани, как бы, научной, научной такой экспертизы. Могут уже, мне сказали, что мне поставят черную метку, если это буду так применять. Но идея такова. Вот два монаха, они независимо медитируют, и одновременно регистрируем электроэнцефалограмму. Для этого был разработан специальный, специальный вот эти машины. Тоже нам помогли финансово для этого те люди, которые заинтересованы в такого рода исследователей. И вот когда, если одновременно делать, одновременно, очень строго одновременно, это не просто разные вот энцефалографы, они очень, они синхронизованы астрономически просто, точно очень. И тогда можно посмотреть, нет ли тут синхронности между мозгами двух разных монахов. Ну, там есть основания в буддийском учении, если основание говорит, что может быть и есть синхронизация. Ну, мы посмотрим, вот это проверим. Вдруг действительно есть синхронизация. Люди сидят, могут быть даже в двух разных комнатах, а у них взаимодействует мозг. Ну, это было бы колоссальное открытие. Ну, мало ли. Во всяком случае, мы решили это тоже проверить. Пожалуйста, да. Мне кажется, уже мы завершаем все это дело. Дальше, 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 дальше. Да, вот видите, собачка кланяется. Далай-лами. Вот он проезжает на этом автомобиле. Большое спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok